Здравствуйте! Мы в Вологодской области, в городе Череповце. Несмотря на то, что Череповец получил статус города только в 1777 году, люди здесь селились с незапамятных времен. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1362 году. Тогда здесь был основан Воскресенский мужской монастырь. Его основателями считаются преподобный Феодосий и преподобный Афанасий. Они же считаются и отцами-основателями города. Это программа «Планета собак». Планета собак – это необыкновенное путешествие по собачьему миру. Сколько на планете пород, столько же стран, городов, областей, островов. В нашей программе мы будем рассказывать о собаках и собачьей географии. В Мексике мы вам расскажем о мексиканских голых собачках – ксоло-инскуинтли. На Аляске – об аляскинских маламутах. В Ирландии – об ирландском волкодале. Но сегодня мы в России, в Вологодской области. И рассказ наш будет о русско-европейской лайке. Вы уже узнали нашу сегодняшнюю героиню. Однако не спешите с ответом. Лайкоидные собаки – едва ли не древнейшая группа пород на Земле. Так что определить по внешнему виду, какая перед вами лайка, может только опытный кинолог. К тому же у этой скромной собаки с десяток рабочих специальностей, которыми она владеет виртуозно. Слава Богу, на то, чтобы овладеть мастерством, было отведено не одно тысячелетие. Если бы не лайки, местные народы в лесах и болотах просто бы не выжили. У графинские племена пришли сюда с уральских предгорий. Большая их часть ушла отсюда на север и северо-запад. Ну, кто-то остался здесь. По свидетельству историков, вепсов всегда сопровождали крепкого телосложения собаки, но не крупные. У них были треугольные морды, небольшие уши, а хвосты загибались колечком. С большой долей вероятности мы можем предположить, что это были лайкообразные собаки. Лайки вообще распространены по всему северному полушарию. Они есть на Аляске, в Скандинавии, в Монголии, в Китае, в Японии. И, конечно же, у нас здесь, в России. По характеру применения различают три группы лайек. Ездовые, оленегонные и охотничьи. Вот об охотничьих лайках мы сегодня с вами и поговорим. Нет, не понять деревенским жителям восторженную радость горожанина, дорвавшегося до просторной красоты осенней природы. Душа поет, и сердце, как вольная птица, бьется в грудной клетке. Эта буханочка, как в народе ласково называют оазик, сейчас выберется. Зверь-машина. Недаром ее уже больше 50 лет выпускают. Русско-европейских лайк, как правило, по одной не заводят. Вот и сейчас мы едем в обществе трех замечательных собак и одного прекрасного человека. Собак зовут Урай, там Ерема, а вот это Шельма. Едем мы к реке с озвученным названием Судбица. Вообще мы сейчас на острове. Остров этот называется Даргу. Это самый большой остров на Шексне. Едем мы туда для того, чтобы мы могли посмотреть работу собак по белке, по хорьку, по другому пушному зверю. И если нам повезет, может быть, и посмотрим работу этих собак по птице. Никогда не замечали, какое печальное лицо у круглоглазой буханки. Это от усталости. Скромная и надежная. Кстати, как и наша сегодняшняя героиня. Русско-европейская лайка. Дешние места богаты не только зверем и птицей. Здесь есть вот такая вот красота. Это речка Имая. Как утверждают ученые, по территории современной Вологодской области проходила граница последнего оледенения. И когда ледник отступал на север, он оставил за собой вот эти вот валуны. И создал эту красоту. Кстати, это было каких-то 10-15 тысяч лет назад. Когда древних охотников уже сопровождали верные псы с такими же хвостами-баранками. 40 тысяч лет вместе. Давно пора написать книгу о великой дружбе человека и собаки. Все-таки лайка – это не городская собака. Она должна носиться по топям и буреломам, спать в снегу, пробавляться под ножным кормом и хлебать водицу из лесной лужицы. Это ее стихия. Вот, кстати, очень интересно. Как шлялись по болотам дворяне-охотнички. Без резиновых сапог. Во времена Пушкина и Некрасова. Никакой гусиный жир и вакса не спасут. Все одно промокнет кожа по швам и ходить баром с мокрыми ногами. О, а это уже процесс обучения. Строгий учитель слегка потрепал невнимательного ученика. А за усвоенный урок четвероногому шкалеру подскажут, где найти очередное лакомство. Оно в осеннем лесу повсюду. Северные собаки едят не только мясо, но и клюкву. Она здесь безумно вкусная. И собаки это оценивают по достоинству. На первый взгляд может показаться, что собакам нет дела до людей. И они носятся по своим делам. Нет, для них это не столько прогулка, сколько работа. Просто пока нет повода демонстрировать мастерство. Дичи поблизости нет. Только с конца 19 века лайками начинают интересоваться отдельные городские охотники. Этих собак тогда многие называли просто северные собаки. С конца того же 19 века начинается целенаправленная селекция этих собак и изучение этой породы. Вот тогда-то и обнаружилось, что в отличие от узкоспециализированных ретриверов и легавых, лайка универсальна. Она может все. Дальше на своих двоих уже не пройдешь. И мне выдали квадроцикл. В зеркало вижу, что четвероногие ребята не отстают. Еще и успевают что-то исследовать и подбирать по дороге. А вот местный вариант другого уазика. Без такой экзотической для горожан обувки осенью, что в лесу, что на болоте делать нечего. В Вологодской области все особенное. И собаки, и люди, и машины, на которых ездят эти люди и собаки. Ну вот, мы успели. Скоро начнется главное действие. Для нас шоу, для остальных работа. Через несколько минут собаки нос к носу столкнутся с самым страшным лесным зверем, которого даже люди в лесных краях почтительно называют хозяин. Осталось совсем немного пройти пешком. Видите, как тянут лаечки? Звери чуют. В России вывезено и официально зарегистрировано несколько разновидностей лайк. Карелло-финская, восточно-сибирская, западно-сибирская и русско-европейская лайка. Чтобы познакомиться поближе с этими удивительными собаками, мы приехали в деревню Турмановское Череповецкого района. Геннад Степановичу Вышенко. Этот уникальный человек знает о лайках все. Может, не все, но немного знаю. Немного знаю. Одна собака и две медведя ничего не сделают. Мы берем 4-5 собак, которые именно более-менее могут укусить медведя в лесу. Хотя бы по разу и то это большое дело, но не всегда это происходит, потому что лес, каждый куст это помеха, каждая ветка для собаки помеха. Ну, собаки работают. Не один час нужно, чтобы собака могла остановить именно звера. На перехватах стреляют много люди. Это, то есть, знают ход звера, становятся впереди и ждут, покуда собака идет, радом гавкает. Может, быстро медведь выскочит, как заяц. А именно с под собак, чтобы собаки остановили звера, они должны с ним драться, то есть кусать медведя. Медведь должен с ними бороться. Вот тогда можно подойти и стрелять в медведя. Это я называю именно с под собак охота. С каждым шагом собаке становится все возбуждение. Для молодых рабочих лаек это будет, как обкатка танком для новобранца. А старослужащие собаки покажут молодежи, как нужно работать. Медведю три года. Туго рослый сам по себе, а лапа широкая, как у 5-7 годовалого медведя. Вот, специально посмотрите. Медведь настроен вовсе не на игру. Собаки это знают и мгновенно преображаются. У косолапого поставленный удар, молниеносная реакция и когти, как острые ножи. Хозяин леса – стремительный и очень ловкий зверь. Теперь все зависит не только от личной доблести каждой лайки. Умение увернуться и прошмыгнуть в тыл врагу. Но и от слаженности действий собак. Ведь в настоящем бою по медведю работает целая свора. И важно умело распределить роли, следить за товарищем. Принимать решения, отвлекать, нападать, менять тактику. Понимать друг друга с полу лая. Когда собаки работают по медведю, это проверка не только злобности собаки, но и умение работать в коллективе. Вот сейчас мы видим, как работают мама и дочка. Причем дочке всего 5 месяцев. Смысл в том, чтобы не вступать в прямое противостояние с медведем. А собаки просто его должны остановить. Вот посмотрите, сейчас медведь побежал сначала за одной собакой. В этот момент сзади, за гачи, то есть вот сюда вот, за ляжки, его хватает другая собака. Вот сейчас вот мама выручила дочку. Дочка по неопытности подошла ближе, чем нужно. И медведь мог сейчас даже ее, наверное, не задавить. Если не задавить, то, по крайней мере, причинить достаточно серьезный вред здоровью. А в этот момент мама обошла сзади и переключила внимание медведя на себя. Вообще, зрелище это безумно интересно. И, вы знаете, не складывается такого впечатления, что собаку давят бедного мишку. Это большой вопрос, еще кто кого давит. Если ученик плохо воспринимает уроки, его просто исключают из племенной работы. При обучении собак применяются несколько методов дрессировки. Первый – это, как правило, вкусопоощрительный. Второй – это метод кнута и пряника. И третий – то, что мы сейчас видим с вами на примере лаяк. Это подражательно, когда одна собака учит другую. В Геннадии Степановича есть не только русско-европейские лаяки, но и западно-сибирские. Об этих интереснейших собаках мы вам тоже когда-нибудь расскажем. Самое главное в лаяке – не экстерьер, а опыт и мастерство. На охоте от ее умения зависит не только, будет ли сыта семья хозяина, но и жизнь охотника. Не раз собаки спасали человека, не задумываясь, жертвуя собой. Как выяснили зоологи, рабочие гены передаются в основном через мать. А вот здесь вот мы видим, кстати говоря, работающего отца с сыном. Это хан и гром. Замечательные собаки, которые дают мишке прикурить. Забрать собаку, отогнать ее от медведя тоже не всегда бывает просто. Иногда в охотничьем азарте очень тяжело собаку взять вот так вот на поводок, а к медведю близко подходить тоже опасно. И вот сейчас егеря стараются всячески отвлечь медведя и приманить к себе собаку. Медведь не только самый ловкий и сильный зверь в наших лесах, но и самый умный. Кстати, в Англии последнего медведя убили в 17 веке. А в 19-м их практически не осталось в материковой части Западной Европы. Этого медведя зовут Порфилий. Я так понимаю, фамилия Топтыгин. Ему три года. Вообще, в силу, как говорят охотники, медведь входит в 5 лет. Именно тогда он становится по-настоящему опасен как для человека, так и для собаки. В идеальных условиях в лесу медведь живет лет 20. Но это большая-большая редкость. Как правило, до такой глубокой старости в естественной среде обитания медведь не доживает. Ну, вот этому мишке повезло. И надо сказать, что это не просто какое-то преувеличение. На самом деле, здесь за зверем ухаживают. Осуществляется ветеринарный осмотр, причем постоянный. И я думаю, что этот медведь имеет практически все радости жизни. Медведь вообще очень похож на человека. И своими передними лапами он пользуется так же хорошо, наверное, как мы, своими руками. Вот он даже яблоко ставит сначала себе на лапку, помогает ей. И потом уже это яблоко откусывает, а не съедает все яблоко полностью. У нас один из собак, который работает сейчас на медведей, неделю назад упал под дикого медведя. Упал под дикого медведя, через три часа только пришел к нам. Пришел так, что практически на передних лапах. Был побит очень сильно. Но задавить не дали остальные собаки. Работал опять собак. Лайка – существо абсолютно самостоятельное. Это не немецкая овчарка, которая не спускает глаз с хозяина, ожидая команды и работает с четкостью швейцарского хронографа. Лайка словно живет сама по себе. Она может убежать по своим делам и вернуться через несколько дней. В лесу запросто скроется из виду. Не летит стрелой по первому зову. Но это надежный друг, который способен сам оценить ситуацию и всегда принять безошибочно правильное решение. Она может быть сосредоточена серьезной. А может и улыбаться во всю пасть. Говорят, что собаки смеются своими хвостами. Лайки удивительно ласковы и дружелюбны с человеком. В них нет этого стойкого недоверия к посторонним, свойственного служебным породам. Для них любой человек друг. И любой враг человека личный враг. К лайке как нельзя более подходят слова кого-то из великих. У собаки только один недостаток. Она слишком доверяет людям. Россия имеет богатую кинологическую историю. Невозможно, наверное, себе представить великокняжескую охоту без русских цовых борзых. Кстати, подношение борзыми щенками, говоря современным языком, раньше считалось взяткой в особо крупных размерах. А если вспомнить новейшую историю, то это и преданнейшие восточноевропейские овчарки, и бесстрашный черный терьер. Но вот лайки в этом ряду стоят особняком. Любой охотник расскажет вам, что такое собака в его деле. Так что, если вы не охотник, ищите любимца среди других пород. Поверьте, так будет лучше для всех. Сначала начал ходить вообще просто, охотиться без собак. Без всего. Но буквально быстро я понял то, что без собак в лесу делать совершенно ничего. И сразу были лайки? Я начал, да. Мне подарили сначала просто. Сосед у меня был охотник. У него с выводка остался кобель один. Вот как раз это я говорил про пиратов. Первая моя лайка была. Вот отдал он мне. И вот с тех пор я начал. Причем первый раз я запрыгал даже от удовольствия, когда она у меня белку зала. А это был, наверное, месяц июля грибы, наверное, были тогда. Я без ружья был, без всего. А сколько собаки было? А 8 месяцев. А, а, даже обманываю. Первый раз он вообще нашел куницу. Куницу мы отдыхали на реке, и он налал куницу. А нервы уже ничего тогда не было. Эту куницу я топором с березы спехивал. Я упала куница, вцепилась собаке в пасть вот так вот. И причем он этих куниц терпеть не наел. Он их давил, когда удавалось поймать. Наежные охотники по всей вероятности не называли своих промысловых собак лайками. Для них это были просто собаки, которые помогали им в охоте на белку, птицу или крупного зверя. Про лайку говорят, что с ней можно охотиться на кого угодно, от мыши и выше. Но справедливости ради нужно сказать, что наши далекие предки использовали этих собак в основном в охоте по пушному зверю. Выстрел для собаки – это сигнал, что началась работа. Еще один, и лайка мгновенно преображается. Включается, как говорят собачники. Вот мы приехали на кабана. Говорят, где-то здесь есть эта лесная свинья. Собаки ее должны найти, но пока что-то я не вижу. Ни собак, ни кабана. Все молчат. Ну, в общем, подождем. Вон он, кстати, точно. Видите, несется черной торпедой. Это не матерый сикач, но достаточно взрослый кабанчик. Задача собак – обнаружить, поднять и подвести под выстрел. Свинья – зверь достаточно шустрый. Поэтому, чтобы развернуть ее, лайкам приходится самим забегать далеко вперед. А это не так-то просто. Вообще, охота – это дело интересное. Но программа «Планета собак» считает, что лучшая охота как на кабана, так и на любого другого зверя – это с кинокамерой. И в данном случае наш оператор выступает и охотником, и приманкой одновременно. Хозяева могут немного отдохнуть и перекурить. Погоня ушла далеко. Даже звонкого лая не слышно. Но можно не переживать. Лайки свое дело знают туго. Правила отбора собак были известны людям с незапамятных времен. И передавались из поколения в поколение в виде практических советов. Первой письменной инструкцией подобного рода считается трактат о псовой охоте древнегреческого ученого Ксенофона из Афин. Он был написан во II веке до н.э. Ксенофон был убежден, что лучше всего вязать собак зимой, чтобы получить от них здоровое и крепкое потомство. Этот древнегреческий ученый был убежден, что весна – это лучшее время для выращивания щенков. Добавим от себя – осень – лучшее время смотреть, на что они годятся. Раньше охотничий промысел был основой благосостояния многих народов Севера и Сибири. Лайки тогда ценились очень высоко у этих народов. Иногда лайками мерилось благосостояние целой семьи. По свидетельству путешественников, в конце позапрошлого века хорошая рабочая лайка могла там стоить до 400 рублей. Это было просто огромнейшее состояние. Например, корову можно было купить всего за каких-нибудь 5 рублей. Константин, а все-таки какие собаки были у вепсов? Ну, точно-то, я думаю, никто не знает. Даже современные вепсы вряд ли знают, какие именно собаки были у их предков. Но это были лайкообразные собаки? Ну, разумеется, какие они еще могли быть. Лайка – это самая древняя, в общем-то, охотничья порода. Да ясно, что у них были собаки именно что лайкообразные, но, наверное, вряд ли они напоминали какой-то современный тип лайок. Скорее всего, они отличались небольшими размерами, но современные корио-финские лайки, конечно, уже, наверное, не имеют ничего общего с ними. Ну, а на базе этих лайок уже выводились современные породы и разновидности. Кстати, выборку лайка делает отлично. Так что и на тихую охоту с ней можно грибы искать. Кого только не встретишь в Вологодских лесах. Есть кабан, медведь, а вот это очень интересная порода. Баварская горная гончья. Да, здравствуй, мой хороший. Иди ко мне, давай с тобой поздоровимся. Эта собака в Германии работает по кровяному следу. Но здесь местные охотоведы поставили эту собаку и на кабаны. Она работает как лайка, причем успешно работает. У этой собаки есть на счету несколько кабанов. Но, как говорят охотоведы, ну, немножечко голос не соответствует, очень тонкий. В Германии эти собаки достаточно распространены. А родина вот этого милого песика Беларуси, он был подарен белорусскими охотниками. Эта собака чем-то внешне похожа на риджбека. Но, как вы видите, риджа у нее нету. Это такая полоска шерсти, которая растет против шерсти. Ну, и голова чуть потемнее. Кстати говоря, риджбеки, это собаки, которые были привезены на юг африканского континента и начали там скрещиваться, как раз вот в разведении этих собак, да мой хороший, и принимали участие вот эти вот баварские горные гончи. Это абсолютная правда. Да. Будем в горах Баварии, обязательно навестим баварских горных гончих и с удовольствием вам о них расскажем. Ну, а вот пока один-единственный представитель этой породы. Да главное, где? В Вологодской области. Вот в таких отдаленных областях в Глухомане и сберегли русско-европейскую лайку. Ее уникальные рабочие качества. Потому что эта собака для настоящих мужиков, которые способны идти по топям и буреломам сутками, по пояс в холодной воде, кормить комаров и ночевать у костра. Русско-европейская лайка, в отличие от многих некогда рабочих пород, до сих пор остается исключительно пользовательской. Но это не только умелые охотники, это еще и верные, преданные друзья, которые никогда не подведут. На этом мы прощаемся с Вологодской областью, с узко-европейскими лайками. До встречи на планете собак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова